Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы поближе подойдите, чтобы было лучше говорить... Батюшка, подожди маленько... Вот дорогу сделали, где насыпали... Тут ничего... А там я насчитал 11 провалов... Потому что мелкая щебенка и придавилась... И там ямки, только остается песок... Я гляжу... У батюшки около столбах... Лежит, а все угодно туда отвезти... И нам сказать... Мы разровняем, мы трамбуем, все... Уйти мы не можем... Это можно же сделать... Это большие у вас машины ходят... А там песок... Ямки глубже и глубже делаются... Надо дорогу... Даже государственные ремонтируют... Совсем не прикасаются... Мы не могли лучше сделать... Заверни их назад в озеро... Привозят меньше... Заверни их назад назад... И дороже... И меньше... Три условия полностью все нарушены... Потихоньку... Здесь ни одного провала в парчичке нету... Ну только что... С середины надо маленько убрать... Больше просело... А так нет ямки... Как? До дела довести... Половинки кирпича передолбитым, что есть... И раз щебенки нету... Песок один... Вот прям напротив там... Жертвую... Ладно... Жертвую... Жертвую... Говорю я это туда... Ну жертвую то как мы на себя... Дальше то жертвую... Ну привезут будет... Как-то свободно сейчас немножко будет... И привезем... Сделаем... Вот пока сыра в это время постарайтесь сделать... Машины то идут... Ну сейчас не может... Сейчас по грязи по этой дороге... Всю эту дорогу испортим... Маленько подсохнет сейчас завтра... Сегодня то не будем делать... Завтра сделаем... У меня объявление насчет пастухов... У нас дети... В субботу уже все разъедутся... У меня опять просьба... Чтобы... Ну все кто может... Подключились... Пости... Угу... Повышаем на занятиях... Ну когда на занятиях... Может кого-то не будет опять... Не все будут... Я не знаю... Какие-то предложения... У кого погибли... Ну Александр... Все молчим... На занятия идете... Вы не берете ни Слово Божие... Ни тетради... Ни ручки... Ни всего... И сидите... Отдыхаете... Это урок... У нас там многие сидят... Записывают... Даже дети... Здесь... Один может быть только... Степой записывает... Остальные сидят... Вопрос задать не могут... Явно... Прочитали... Спрашиваю... Понятно... Полное молчание... Что это означает? Все... Надежда на причастие... Мы такие важные вопросы поднимаем... Приближаем Слово Божие... К сегодняшним дням... К каждому человеку... Никакого отзыва нету... Как гнилой пень... Молния... Ни дыму... Ни пару... Столько сил потратишь... И... Стали... Ничего нету... Меня вопросами задавливали... Когда я... Радиопрограммы вел... По радио... Помню... После одного выступления... Тридцать пять... Звонков было... В университете... Та же самая история... Непрерывно записки идут... Посмотрите... Осипов... Когда ведет занятия... Где-то там... Записки поступают... Он берет записку... Считает... Здесь я не знаю... Кроме Надежды Васильевны... Кто пишет... Там Ирина или кто... Один... Два вопроса... Так... Понедель... А... Понедельник... В пятницу... Будет молебен... На... Благословение учащихся на учебу... В девять часов утра... В пятницу... В девять часов утра... В пятницу... В девять часов утра... Подписываюсь... Ну... Много в интернете... Девушка одна... Ну... Просто... Редкость такая... Учится... Заканчивает университет... И... По священному писанию... По толкованию святых отцов... Столько же она знает... Открывает... Ну... Я маленько там знаю... Ее биографию... Все... Я говорю... А вот там-то... Такой-то есть... Юноша где-то... Она, оказывается... И это знает... Я говорю... Ты могла бы познакомиться... Если не думаешь... Одна остаться... Вот послушай... Что она сказала мне... Написала... У него была своя жизнь... Она очень добрая... Глубоко знающая... Только закончила... И сразу в аспирантуру... И одновременно сразу получила работу... У него была своя жизнь... Я еще даже не понял... Что она сказала... А она говорит... Дальше... Маленько погодя... Там... Местоописание привела... А потом говорит... Я хочу выйти замуж только за девственника... Нечаянно какая-то встреча... Ломает человеку всю жизнь... Как надо беречь вот этих вот... Одних нигде не оставлять... Карп Осип еще это понимал... Подрастали... Наталья и Агафья... И подрастали два сына... И он разделил их сам посредине... На разные места... Дочери с ним... А сыновей дальше... А не родственники... В этом вопросе ничего не решает... А Лотов вспомните... Две договорились... Подпоили... И обе зачали... И не поймешь кто родился ребенок... Сын или внук... Это так? Поэтому старшие... Несут полную ответственность за вот этих вот... Которые подрастают... Где они будут? Когда? Я еще раз ставлю... В пример мусульман... Ни на одну минуту не оставляют... Если девочка родилась... Не на одну минуту... До самой смерти... Как это так может быть? Я видел... Я немного видел только... Пять-шесть человек... С улицы... На одной улице... С этого дома выйти... И вон туда добежать... Где Виктор... В шестером... Выскочили... Бегом... Пробежали... Все... Закрыто... А тут стена идет... Не наш штахетник... А стена не достанешь где... Дувал называется... К врачу пошла... Ничего особенного... Девушка пошла... К врачу... Одна не пойдет... Ни к гинекологу... К зубному... Вы маленько вдумайтесь... Какая между нами разница... Почему мусульманство возникло... Потому что... Они показывают... Кто мы такие... И главное... Я... Это узнаю... Непосредственно от них... Она сидит... В зубном кабинете... Рядом пришел... Брат сидит... И отец... И никто не спрашивает... И каждую руку держит... На кинжале... Вы понимаете... Что... Нам как от земли до неба... До них... Тебе вот только зуб... Она подвязана... На нас вот смотрят... У Виктора Николаевича... Свадьба была... Все... Смотрите... Русские женщины... Наконец-то хиджаб надели... Ой... Как это прекрасно... Разно там... Дурахман подписывается... Как я люблю вот это все... Почему? Это все сохраняет целомудрие... А у нас как? Пришли... Еще только вышло... Уже подол вышли колен... Это мимикрия называется... А они всегда такие... Мы были в Турции... Я скажу... Хабар... Хабарас... Мусульмане считают уже своим городом... Это наш город... Где бы они там ни были... Ребенка катят двое... Видно, что он... Муж ее... Все одеты... Платье до полу... Мы приехали в Дагестан... Проходим... Парк... Она... Одна стоит... А там, видимо, мать рядом сидит на скамейке... Видно, что она в положении... Платье, как у наших сестер... До полу стоит до асфальта... Они следят... Они глядят... Я сколько раз говорил... У него интервьюберы... Шестнадцатилетние... Я не призываю ни к чему... Просто... Чтобы вы знали это... На пустом месте... Господь не допустил бы... Два миллиарда... Чтобы поворочали... Взрывали... И прочее... Они нас уму и разуму учат... У тебя мать одна... Одна... Отец погиб... Нам мать мужчину приведет... Шестнадцать лет... Он интервью дает... Зарежу... Мать родную зарежет... За что? А она мать... Я сказал зарежу... И мать это знает... А вот у тебя сестра такая... Вы даже не понимаете, что это... Прямо пишут... Не просто так... А ченгизайтматов это пишет... Сын... Что-то там не поладил с сестрой... И говорит папу там... Или как он по-своему... А она с мужчиной целовалась... За столом сидят... Обедают... Настроение отца сразу испорчено... Дочь моя... Так было? Да было... Но это не так... Это... У нас фильм снимали... Он не целовал... Он просто пристанулся... Какой фильм? Что ты делаешь? Ну вот так было... То другое... Она что-то слово сказала... Он тут же за столом затрил ее... Так это... Не торопись... В Святой Библии прямо написано... Она выходит замуж... И оказалась не девушка... Не девушка... Где-то она... Потеряла девственность... И написано... Они специально готовят простыни... Там накрахмаленная... Брачная ночь... На ней остаются знаки ее девственности... Подписываются все свидетели утром... Что никто не заходил... Если только он ее возненавидит жених... И скажет... Я взял... А она у тебя не девственница... Они говорят... Растелют... Брачная ночь и одеяние... И он теперь... Заплатит такое вено... Какое... Ну... Отцу... За позор... Который он сказал... И ни под каким условием... Не имеет права развестись с нею... Это в Библии написано... А с ней... Если она оказалась не девственница... Поведите к дому отца... И убейте... Все собрание... Но я буду ходатайствовать к прокурору... Там нет ничего не написано... Привезти... И убить их... Не было этих прокуроров... Ну... А если дочь священника... Здесь строже Златоуст говорит... Привезти около дому... Нанести дробь... И сжечь ее перед домом... Живьем... Это та Библия... Которая у нас лежит... На аналоге... Которая мы прикасаемся... Помни это... Так а мы в Новом Завете... Что... Новый Завет... Это завет другой разве? Это два крыла одной птицы... У нас более серьезно... Она там пала... А здесь посмотрела... Всякий кто смотрит на женщину с вожделением... С пожеланием... Уже прелюбодейся... Уже прелюбодея... Уже клеймо стоит на лбу... А она смотрит... Разница никакой... А почему не о ней не сказано? Потому что к ней нет обращения... Смотри как они... Учатся летать... Нам надо этому поучиться... Я... Очень прошу... У кого подрастают... Мальчики и девочки... Не так что... Мальчик... Это более безопасно... Это то же самое... Я вам рассказываю... Определенно... Могла быть... Невестой... Уже не будет... Девушка... Поставила задачу... Выйти за девственника... А он соврет... Его не узнаешь... Он же не девственник... Это... Не девушка... Вы не знаете... Что можно узнать... У меня знакомый человек... Мы едем в поезде... Он говорит... У человека... Вся биография во рту... Я говорю... Как... Наши гнилые зубы... Нет... На небе... Да этого не может быть... Мужчина... Сидит парень... А что вы можете сказать... Что я... Она... Говорит... Открой рот... Она посмотрела на свет и говорит... Да... Вы не девственник... Он засмеялся... Смотри... Узнала... Другой такого же возраста... А я... Посмотрел... Этот девственник... Не на простыни ночной... На небе... А как это может быть... А как я знаю... Коровая телилась... Почему у нее... Кольцо одно на рогу появляется... Сколько телят... Столько и колец... Это Бог так сделал... С какой целью у человека аппендикс... Никто не знает... Так и плевра... Которая... Показывает... Только у человека... У скотина этого нет... У гуси... Ни у кого нету... А почему? Человеку Бог дал... И обмануть никак нельзя... Ну сегодня бывает так... Ты осадствуй слова при себе... Я не случайно это говорю... Мне... Просто... Вот здесь вот все это... Услышал, что куда-то идти... Ищут волю... Дыру куда можно... Через подоконник свеситься... Вы будете рвать и метать все... У них мусульман тоже... Они взяли из Ветхого Завета... Взяли плен... Они в плен... Пленят нас даже... Думать нечего... Они одним моментом... Могут взорвать всю Россию... Звонок... И все как один с кинжалами... С оружием выйдут... Это ни один... Ни два... Недавно только прочитал... Там Казани... Где говорят... 70 тысяч... На готове... У нас двоих не соберешь... В субботу вечером... Наши же верующих нету... Под разными причинами не ходят... Я здесь уже... Третий месяц... И... Некоторые даже ни разу еще не зашли... У них не так... Так... Принимаешь мусульманство или нет... Не принимаешь... Режет голову тут же... Другой... Я принимаю... Так... Слушай правила... Коран ты должен знать... Пять раз в день будешь на молитве... Намаз совершать... И он это совершает... В один день научили молиться... Вот такой матрасик... Свой застархан... И теперь он... Теперь... Он из плена вернулся... Приехал с новой женой оттуда... И показывает... Он там где-то под Рязанью... Сидят обедают... В это время он встал... Ни грамма в рот не берет... Эти пьют... Сидят... Старобрядцы... Все пьют... Подавай только... Он в рот не взял ничего... Он вышел... Смотрит... Куда же это он пошел-то... А там рядом небольшое... Возвышение... Холм как бы... Он с этим... Своим матрасиком... Пошел молиться... Здесь... В России... Это он там... В Афганистане научился... У нас ничему не учатся... Солнце где уже светит... Еще в постели лежат... А когда молитва? А как у вас... Говорит... Три раза ночью ночная молитва... У нас колокольный звон... Вот стоит... Поп здоровый такой... Фотография там... Рядом женщина... Где-то там... Светлана Копылова... Кто-то еще... Дергает колокола... У них нету... Они против колоколов... Колокола обман... У них называется... Минорет... Не колокольня... И там... Специально... Такой вокруг... Он может обходить... Как балкончик где-то... И он оттуда кричит... Особый мотив... И он кричит... Правоверное... Правоверное... Лучше... Аллаху молиться... Чем спать... Лежать... Будет суд Божий Аллаха... Бог спросит... Сколько раз молился... Он слова выговаривает... У нас этого даже нету... А почему? Иоанн Златоуз говорит об этом... Бог прямо говорит... Пойдите по другим народам... Было ли такое... Чтобы изменяли так... Своим божествам... Как у нас... Вы вдумайтесь одно... Какой разврат сейчас идет... Официально... Патриархия нашла... 12 причин для развода... Хотя причина только одна... Одна... Неверность... А какая... У нас характер не сошли... А что это за причина? У нас сейчас-то ему половина... Характеры другие... Скорее бы домой там... Лапша поспела... Я говорю... Это не просто... Сказать... Я болею этим... Когда вижу... Беспризор... Еще раз повторяю... Одна девочка... Сейчас пойдет... Она скажет... Я грибы хочу... Ее сразу остановит любой... Куда ты одна пошла? А со стеном ее пошлет... Она туда... Во второй мосте... Куда угодно... Она одна совершенно... Она уязвимая... Даже высказать нельзя... Это... Особая благодать... Милость... Что они еще с нами... Прошу... Умоляю... Не делайте этого... Парень дома... Девчонка в поле... Одна со стадом... Да стадо привлекает наоборот... А не защищает... Если бы были такие... Если чужой... Все... Коровы... Быки бы его на рога подняли... Разорвали его... Вместе со штанами... Все... Но нет этого... А почему? А вы ответьте на этот вопрос... В физическом воспитании... Вы... Никакие... Никакие... Вот интересно... Здесь не исповедуют... Даже перед крещением... У старообрядцев исповедуют... Кандидатура в священнике... В семинарии учатся... Сохранил он 10 раз после крещения... Не он... Не она... О ней особый разговор... Я гляжу... Такой парень... Так поет... Я говорю... А почему не поставили... Священником? А он не сохранил себя... Не девственно сохранил... А себя... Вы понимаете... Как это возвышенно... За этим весь человек стоит... Сегодня кроме старообрядцев... Никто это не соблюдает... А они твердо это держат... Как мне известно... Я не ручаюсь ни за чего... Ну просто что знаю... Поставьте эти преграды-то... В семинарии-то некого учить будет... Я ее взял... Чтобы она девственница была... А если девственница... Не артистка... Три ограничения... Вообще не спрашивает... Никак... А какую... Портовую шлюху взял... Она понравилась... А теперь она попадя... Матушка... Я говорю о том... Что знаю... Вы об этом... Молитесь... Приходите на... На занятия... Записывайте то... Что я вам говорю... Это наша... Святая... Православная церковь... Нуждается в помощниках... Не... Не просто... Прохожан их называют... Прохожан... Один смеется... Говорит... Колесное христианство... В коляске привезли его... Покрестили... Приехал лимузин... Повенчались... И третья... Траврная процессия... На машине... Все... Три раза в церкви был... А дальше... Кадила у Папа... Дым... Царство Ему Небесное... У нас... Очень большие вопросы... Батюшки нету... Где он? Ушел... 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 А почему ушел? Я каждый раз... Куда ушел? Зачем ушел? Когда люди здесь... Я маленький вопрос... Его затрону... Вы слышали такое? К слову Божию... Не прибавляйте... Не убавляйте... Второзаконие... Говорит... Там 4 глава... Об этом говорит... Соломон... Притча... 30 глава... 5-6 стих... И этим заканчивается... Вся Библия... Откровение... Будешь прибавлять... Бог говорит... Наложу все язмы... Какие есть... Будешь убавлять... Отниму участие в книге жизни... Это ужас один... И все добавляют... Вот вы поете... Я ничего не меняю... Повторяю... Я не меняю... Я православный... Послушный баран... Был бы не послушный... Я бы был в другом месте... Я не боялся сказать... Что давно я был бы у баптистов... Если бы было рукоположение... Здесь делать мне нечего... Но мне Бог открылось... Среди православных... Это поприще... Поем... Святые Божие... Святые крепкие... Святые бессмертные... А много ли таких молитв? Одна... Не просто молитва... А молитва... Подслушанная... С неба... Шел крестный ход... И вдруг... Мальчика подхватило... Только и видели... Стоят... А что случилось? Он спустился... А что ты там видел? А я слышал... Святые Божие... Святые крепкие... Святые бессмертные... Ребенок... И никто не стал сомневаться... Но добавили... Помилуй нас... Молитва... Три ступени имеет... Первая... Простительная... На ней все... Коммунисты... Буддисты... Мусульмане... Дай... Помоги... Спаси... Исцели... Просьба... Вторая часть... Благодарение... Получил ты или не получил... Одинаково благодарение... Нет... Мы даже получившие... И тогда не благодарим... Мне звонят... Сын мой... В дальней командировке... Помолитесь... Я что буду делать... Мы молимся... Не просто так... А мы обедаем... В ложки сразу же положили... Не обедали... Сразу все на молитву... Люди это знают... По-другому мы никогда не делаем... Проходит неделя... Вторая... Мы молимся... Просим... Я говорю... Так как сын... Так он еще неделю назад вернулся... Позвонить даже не может... Какое это отношение к Богу... А ты благодарила... Нет... Почему ты не позвонила... Не сказала... Сын был очень в опасной командировке... Попал в аварию... Там пролежал два дня в больнице... Я говорю... Из нашей общины... Почему вы не сказали... Давайте благодарить Бога... Он живой остался... Живой... Как будто... Никто не слышал... Это вторая ступень... Вторая... Получил ты или не получил... Благодари в равной степени... Потому что полученное... И неполученное... Вызывает чувство доверия к Богу... И это открывает двери... Небо еще раз... Бог пошлет тебя... Это Иоанн Златоусте говорит... А третье... Она не принадлежит земле... Небу... И мы должны молиться... Мы молимся как... Аллилуйя... Это небесная молитва... Небесная молитва... Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... И ныне и присно... Во веки веков... Дух Святой сказал... И эту молитву... Божественную... Святые Божие... Святые Крепкие... Святые Бессмертные... Подставили... На первую ступеньку свели... На первую... С третьей ступени стащили... Простительные сделали... А она... Хвалебная... Прославляющая Бога... Армяне добавили... Святые Божие... Святые Крепкие... Святые Бессмертные... Распнышись за Ны... Помилуй нас... Два слова... Распнышись за Ны... Православные... Резко восстали... Из храма... Их выгнали... Все... Разделились армяне... Зачем добавлять... У нас или добавляет... Или убавляет... Тут убавляет... А Котче наш добавили... Ибо Твое есть... Царство... Отца и Сына и Святого Духа... Отца и Сына и Святого Духа... Христос не говорил... И как будто слепые... Ничего не видят... Я говорю об этом... Я принимаю... Еще раз говорю... Но впереди слова божественные стоят... Не прибавляй... Я говорю... Отче наш... Вы считаете Божие... Божие... Молитва... Молитву... И все равно добавили... Батюшка может их... Эти слова убрать... Нет... Добавить можно... Убрать нельзя... Мы как заколдованные... Мы заложники... Заложники ошибок предыдущих поколений... И кто это все делал... Я говорю о двух малых вещах... Я сегодня подниму... Большие вопросы... Я от вас жду вопросы... Пока есть... Возможность... Завтра этой возможности... Может не быть... Мы тогда будем Бога... Благодарить... За то что сегодня... Сегодня вот это не так... Что могли собираться... Вспомним... Храм разрушенный... Как и евреи... Ничего нету... Как они рыдали... За большие деньги... И мы разрешали... Соседних холмов... Смотреть на Иерусалим... Один раз... Если мы этого не понимаем... Мы будем вспоминать... Все что здесь было... Вот более... Благодатного места... Как у нас... Даже... В интернете не найдешь... Повторяю... Везде... Юг... Змеи ядовитые... Ни одной змеи нету... Там где Африка показывает... Человека... Бегемот... Задавил... Крокодила съедает... Акула проглотила... Кого? Премьер министра... Австралия... Здесь не акула... Один гальян... Еще не проглотит... А земли-то какие... Что растет... Вы посмотрите... Даже в Алтайском крае... Зайдите там где... У Кулунда... Да вы на одном этом сене можете озолотиться... Сколько у вас всего... А благодарности где она... Ты просто выйди... В поле здесь... Пройди... И скажи... Я не один... Двое или трое... Согласитесь... Попросите... Господи... Прими нашу молитву... Обвинитесь... Налево... Направо... Я один раз стоял здесь... У брата... И в это время... Серафима Гавриловна вышла... И она идет... Вот дошла до этого места... А кто-то мне сказал... Стоял... Она прощаться вышла... Мы не знаем что... Но она идет... Где веточки достает... И там достал... И опять... Ни молитвы... В это время... Не было моления в церкви... Мы должны научиться... Удивляться как ребенок... Раньше было... Только магнитофон... Ребенок... В среднем маленький... Подрастает... Начинает говорить... Около 400 вопросов в день задает... А взрослого ни одного... Вы даже не знаете... До какой степени... Человека можно замусолить... Булыжникам мозги сделать... Я встречаюсь с такими людьми... Они недалеко от меня... Вообще ничего не знают... Что бы ни спросил... Не знает... Не божественно... Просто здесь... Фильм смотрел такой... Нет... А такой смотрел... Да о чем... Но я не могу рассказать... А кто какую роль исполнял... Ничего вообще не знает... Совершенно... Так это мирское... А о божественном... Вообще можешь не задавать... А я хожу в церковь... Я посещаюсь... Повторяю... Вам понятно... Такое три процента с половиной... Три процента в сосуде... Это на самом демнышке... Это то... Что человеческий мозг... Сегодня воспринимает... В среднем... А остальное... Невостребованное... Не надо это нам... Я сколько раз гляжу... Вот... Шкура валяется около батюшки... Что это? Ритуал какой-то... Что... Волков от себя отгоняют... Почему? Я в прошлый раз... Увидел... Забросил его обратно во двор... Зачем она здесь? Я просто вопросы задаю... В Священном Писании... Говорит цифра 7... Семь... Вот... Это полнота... Человек... Беременность женщины... Курицы... Голубя... Животных... Все делится на семь... Срок... Сколько есть? Семь дней в неделю... Разные религии... Все есть... Но... У всех религий... Семь дней... Семь дней... Семь дней... Семь дней... Семь дней... Семь дней... Я говорю... Дни... Дни... Возьми... Бумажку... Это Иван Петрович Панин... Он 50 лет отдал... Профессора тому... Вся Библия... Зашифрованная... Под семерку... На еврейском языке... Вот... Слово... Иерусалим... Встречается... Столько раз... Сколько делится... И Евгова... Сколько раз... Делится... На семерку все... Но... Говорит... А вот смотри... А тут не делится... Откровение... Откровение... Посмотрели... Один раз... Все... Восполнилось... И при том... Переменить местами нельзя... Открытие нового... Что самого великого было... Что Библия... Вся написана Духом Святым... И составить нельзя... Сколько гласных... Сколько согласных... Все делится на семерку... Сколько женских имен... Мужских... Все делится на семерку... И поэтому... Подсвечник... В Ветхом Завете... Минора... Семь... У батюшки девять... Говорит... Я уже сколько раз говорил... Зачем еще две... Минора продается... Зачем... Ну это вот... То есть... Никакого ответа нет... Я смотрю по книгам... Когда это было... Минора... Это семь... Она говорит о божественной полноте... Ну ты скажешь... Ну... Уж так... Уж там все... Я говорю... У тебя глаза есть... Ты... Весь мир... Можешь... Разделить только на семь цветов... Красный... Оранжевый... Желтый... Зеленый... Голубой... Синий... Фиолетовый... Запомни... Каждый охотник... Желает знать... Где сидит пазан... Уши... Все на семь делится... У человека... Сколько отверстий... Посчитай... Два глаза... Два уха... Один рот... Семь... Мусульманин... Он... Буддист... У него семь отверстий... Не воспринимающий этот мир... Другими местами... Отверстиями... Он еще не воспринимает... Он только освобождается ими... Ну... Маленько... Глянь посерьезнее... Ты увидишь... В лепоту... Облечись... Поете? Какая лепота? Это... Бог... Сын Божий... Облегся в человеческое тело... Посмотри... Какие глаза... Как брови украшают... Василий Великий говорит... Когда... Пот течет... Чтобы он как козырек... Над окном... В сторону отошел... Везде волосы... Выпадают... А здесь до старости... И плотные... И дальше не растут... Иначе они мешать будут... Вот такие... Дальше нету... Реснички... Я не хочу мигать... Я мигаю... Почему? Дворник работает... Ощущает стекло... Впереди... Впереди... Чтобы все было видно... Мы... Конечно... Не очень... Расположены... Что сопливая... А эта слизь... Она задерживает... Пылинки... И все прочее... Все... Премудро... Насколько верно... Я не знаю... Но... У человека... Нервы... Подведены... К каждой клетке... Почему? Где не ткни... Там больно... В одном человеке... Нервы... Столько... Что хватило бы... Чуть ли не на земной шар... Вещи... Совершенно... Непонятные... Даже... И все с избытком... Щука... С металла... Там... Сколько... Икрин... Одиннадцать тысяч... Я решил узнать... Самый... Вот... Садим... Арбуз... Сколько в арбузе семечек... Интернета-то не было... Мне интересно... Я сижу в одном арбузе... Посчитаю... В другом... Стал считать... Сколько в каждой... Шляпке... Этого... Подсолнуха... Ну нету... Данное... Откуда берется... В среднем я знал... А потом стал думать... А какой самый плодовитый... Вы знаете... Чтобы одно семечко посадил... А в него... Много выросло... Семечек... Ну пшеница бывает... Во сколько у тебя... Во сто крат-то не бывает... Нет... Ну в тридцать... Бывает хотя бы... Ну... Тридцать... Шестьдесят... И сто крат... А у Исааки было сто... Я сам нашел это... Редька... Редька... Сколько зернышек у ней... Больше всех... Больше тысячи... Редька... Когда растет... А там стручки... И мелкие зерна... Я просто... К примеру сказать... Человек... Самое совершенное создание... У человека... Нервных клеток... Там миллион наверное... Раньше писали... Десять клеточек... Нервных... Которые там у него есть... Где-то в мозгах... Выполняет ту же работу... Которую... Здание... Там четырех этажей... Наполнено одной электроникой... Это... Вообще... Только я... Говорю слова... А они вообще... Нет... Можно добавить? Да... Вот вы говорите... Что самая плодовитая... Редька... У редьки стручок... В стручке сколько... А сколько стручков? Сколько ответвлений? Нет... Я о другом... Я о другом... А вот цветы петунии... У них одна коробочка... Да... Эту коробочку... Если разломать... То там не меньше сотни... Я не ломал ее... У меня не было... Это то что под рукой было... Благодарю... Я просто говорю... В лепоту... Обличайся... Я вернусь назад... Это... Красота... Сложность... Неповторимость... Человеческого тела... И говорит... Иисус... Показал себя ангелом... Показал... Прямо так пишется... К Тимофею 3.16.1... Его не видели ангелы... Они воспевали... Свят, свят, свят Господь... А они знали... Они увидели впервые его... В нележащих в яслях... И вот дети сидят... Они никаких вопросов не задают... Я встретился с сектантскими детьми... Они вопрос за вопросом... И непростые вопросы... Вот вопрос один... Как... Сын человеческий... Как и он... Будет во чреве земли... Три дня и три ночи... Покажите три ночи... Ну... Субботу он захватил... Два часа... Три часа... Или час в могиле... Это... В пятницу... И воскресенье... Одну минуту захватил... Уже три дня... А где три ночи-то? С пятницы на субботу... Одна ночь... Суббота на воскресенье... Вторая... А где третья-то? Когда распяли его на кресте... То... Тьма... Григорий Низкий... Брат Василия Великого... Чтоб знали... Он говорит... Тьма... Которая была на всей земле... Теперь вопрос... А тьма это была когда? Когда он был живой или умер? Там написано... Во чреве земли... И мне вчера этот вопрос скинули... Я говорю... Ответы все даны... А вот... Я ответить хочу... Я говорю... Не задался вопрос... А почему я этот тебе вопрос не задал? Я отвечаю... Потому что это никакого влияния на спасение не имеет... Мне нужно одно... Могу ли я навеки соединиться с моей любовью со Христом? Что этому мешает? Как отрезать, отрубить? Не торговать все... За каждую копейку... Как? Ну меня мусульмане спрашивают... Я так и знал... А у мусульман специальные люди... Которые там работают над этим... И у них ни два, ни три вопроса... Ты не знаешь сколько вопросов? Сто пятьдесят тысяч... Если я ему ответил... То у него рядом еще... Сто сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять... Ему не надо... И я ему сразу... Тридцать семь мест Писания выписал этому человеку... А человек православный... Хороший... Я говорю... Иван... Вот смотри, запоминай... Приведи их ко Христу... Они не верят, что Исаисус... Умер... За наши грехи... Они верят, что это пророк... Это он не пророк только... Он Сын Божий... Он Единого Святой Троицы... Вот это надо доказывать... А это никакой роли не играет... Поэтому мы должны быть очень внимательны... Я немножко сказал... На занятия пойдете... Обязательно берите... Что записывать... Вы такие можете иметь... Тома... Раньше мы могли слушать по радио... Трансмировое радио не было... А там Ярл Пьести проповедует где-то... Магнитопона нету... Я все время старался... Записывать... Когда он читает Слово Божие... Я только запишу какое место... Оставляю две строчки... Потом туда выпишу... Библия-то у меня в руках... Дальше он говорит... У меня целые тетради были... Только записи... Оттуда которые идут... Запада... Здесь не было религиозных передач... У вас сидите за столом... Ничего нету... И видно что тушится... Только чтобы не упасть со стула... Перед службой... Перед занятиями... Отдохните маленько... Не ложась... Откинься... Сразу заснешь... У меня все... То есть на сегодня... Подождите минутку... А... Объявление... Приезжала машина здесь на днях... И у них потерялась собака... Лайка... В Рибликинском районе... Потерялась... Лайка... Кобель... Десять лет... Белый... С темно-рыжими пятнами... Кто увидит... Позвоните пожалуйста... Сразу по телефону... Людям не подходит... Десять лет... Была охота... Охотились... И тут бегала собака... Все время у нас... От них потерялась... Тоже было... Вот Сергей говорит... Их знает... Они собачатники старые... Значит... Кто это... Объявление дает... Они ее любят... Друг и член семьи... Ну это понятно... Обычно... Когда детей поубивают... А членами семьи... Делается животное... Да... У нас членов семьи... Не называли... Хотя три собаки было... Вот так...